Микс Ньюс Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Всем добрый день, начинается программа Советы Богачек и с нами на прямой связи Российский психолог, психотерапевт Ирина Богачек Здравствуйте, добрый день Здравствуйте Мы целую неделю держим Слушателей в таком, я понимаю Тонусе, в интриге Все-таки как ужиться со свекровью На прошлой неделе мы как бы заявили тему Но вот только сегодня мы сможем Об этом подробнее рассказать Действительно мы всегда рассказывая про Отношения он и она Мы все время забываем Что часто все-таки в эти отношения Попадают, вторгаются Извне люди Которые не всегда Вот могут даже расколоть эту пару И могут стать препятствием На пути к счастью, вот сегодня мы на эту тему поговорим Действительно, как ужиться со свекровью В чем причина Вот того, что мать и сын Как бы не отпускают эти отношения Друг друга и они продолжаются Даже когда у сына появляется своя семья Да И так Очень излюбленная Растиражированная И в кинематографе И в произведениях Темах Моя свекровь монстр Да Или как ужиться со свекровью Сегодня именно это станет Темой нашей сегодняшней программы Это вообще одна из моих Излюбленнейших тем Потому что именно с этими запросами Очень часто ко мне приходят люди в терапию И я хочу Семейную терапию И я хочу сказать, что есть такая одна Очень важная народная мудрость Что умная свекровь Приобретает дочь А глупая свекровь Теряет сына И вот сейчас я как раз и расскажу Почему же такое происходит Ну а чтобы немножко внести Долю юмора В нашу программу Которая называется Советы богачек Я начну с того Что я дам Вредные советы Богачек Как вырастить Маменькиного сынка Еще раз повторяю Не забывайте Слово вредное А то вдруг кто-то сейчас Нас услышит И подумает Ох а Цехов нам советует Буду-ка я действовать Согласно этим советам И получу то, что мне нужно Конечно же Мать и сын Ну так же как и мать и дочь Но мы сейчас именно Про эту диаду Мать и сын Это сильнейшая связь Мать является Первым объектом Любви ребенка И в принципе Достаточно известным фактом Является то, что Мужчины Они в принципе Энергетические вампиры И им очень нужна женщина Особенно Маленьким мальчикам Именно мальчики Сидят всегда Около коленки Своей мамы Обнимают И играют Около нее Девочки все-таки Более сепарированные Именно С детского возраста А мальчики Настолько Имеют тесную связь С мамой Что потом Когда у них Появляется в жизни Другая любимая Женщина То есть по сути Он одну энергию Меняет на другую энергию И на всю жизнь У мальчика Остается Одна единственная Внутренняя Проекция Женщины Это его Мама И скажу сразу Если он Вас выбрал Этот мужчина Значит Сто процентов У вас есть Какие-то черты От той самой Ужасной свекрови Которую Возможно Вы называете Монстром То есть По-другому Не бывает Даже если Вы будете кричать Нет-нет-нет Во мне Вообще Ничего похожего Нет Этого быть не может Ну а сейчас Как раз Возвращаясь К вредным советам Богачих Итак Если бы Поставили себе Цель На всю жизнь Привязать к себе Своего сына И что даже Когда ему будет И 20 И 30 И 40 И 50 Он бы По первому Вашему желанию Появлялся Около ваших ног Знаете Как сивка Бурка Вещая Каурка Стань передо мной Да И тогда Вам нужно Соблюдать Следующие Советы Итак Вредный совет Богачих Номер 1 Слушаем И приучайте Своего сына К самостоятельности Все время Культивируйте Вот эту Выученную Беспомощность Что он Ничего не может Сделать Погладить рубашку Да ты что Нет У тебя не получится Я это сделаю За тебя Приготовить ужин Не-не-не-не А вдруг ты порежешься Ни в коем случае То есть постепенно Внушайте ему Мысль о том Что без вас Он абсолютно Ничего Не может Сделать И тогда Он будет Зависим От вас Вредный совет Номер 2 Откажитесь От собственной Личной жизни И скажите Что вы Все Отдали Ради воспитания Вот этой Своей кровиночки И Даже если У вас был Супвук То ничего Не мешает Вам сказать Что я жила С этим тираном Только для того Чтобы у Тебя был Отец И тогда Когда ваш Сын Вырастет Вы очень Запросто Сможете Ему Менить Это чувство Вины И сказать Ведь я же Так много Отдала На воспитание На то Чтобы Растить Тебя И так далее Вредный совет Номер 3 Решайте За своего Сына С кем ему Дружить И в кого Влюбляться Конечно же Поселите В него Мысль О том Что все Девушки Прагматичны Что им Нужны Только Деньги Или Например Прописка В столичном Городе А вот Друзья Они Вовсе Могут Быть Даже И не Друзьями Объясните Что Они Тебе В лицо Говорят Одно А за Твоей Спиной Могут Думать Другое Приведите Примерчики Например Когда его Друзья Получится В жизни Своего Сына Вы останетесь Той Самой Главной И незаменимой Женщиной Вредный Совет Номер Четыре Постоянно Напоминает Ему О том Что он Перед вами Вне Платном Долгу Что вы Положили Себя На вот Этот Алтарь Материнства Что вы От всего Отказались Возможно От карьеры Еще Чего-то Потому что От своей Личной Жизни Потому что Вы Полностью Себя Посвятили Своему Любимчику Своему Кровиночке И если Вдруг На горизонте Замаячит Соперница В виде Девушки Вашего Сына Немедленно Заболейте Тут же Скажите Что у вас Головная Боль Или какие-то Боли В спине Или вообще В целом У вас Какое-то Не очень Хорошее Самочувствие И тогда Какая Личная Жизнь Нет Сейчас Уже Он Тогда Должен О вас Заботиться Опекать Оберегать Ходить в аптеку С лекарствами И вообще Быть рядом Со своей Мамочкой Ведь вы Для него В свое время Это делали Ну а Самым главным Вредным советом Будет являться Тот Что не давайте Своему сыну Вообще Право На ошибку То есть Если он Что-то Сделает Плохо Или Неправильно Вы Его Не поддерживаете И не говорите Что со всеми Это бывает А скажите Следующее Ведь я же Тебе Говорила Вот если бы Ты со мной Посоветовался Если бы Ты меня Послушал Вот тогда Было бы Все замечательно И правильно И таким Образом Ваш Маленький Мальчик Не важно Что ему 20-30-50 Уже точно Не сможет Делать Ни одного Действия И принимать Никакого Решения Чтобы с вами Не посоветоваться Я кстати Сразу Почему-то Представил себе Вот Женю Лукашина Из Иронии Судьбы Вот он По ряду Пунктов Он как бы Подпадает Сюда Под эти Вредные Советы Конечно же Конечно же Именно поэтому Он так Долго Не женился И вот Если вы Будете Соблюдать Все вот Эти самые Вредные Советы От Ирины Богачек Вы С успехом Воспитаете Маменького Сынка Который На всю Жизнь Возможно Окажется С вами И не пройдет Тот самый Путь Сепарации Который В принципе Должен Проходить Любой Мужчина Именно поэтому В подростковом Возрасте Очень часто Мальчики Начинают Капризничать Противостоять То есть Совершать Какие-то Поступки Назло Дайте им Право Набить Собственные Шишки Совершать Собственные Ошибки Потому что Все это Опыт И именно Он делает Из мальчика Мужчину Итак Мы Разобрали Как же Нам Получить Такого Сыночка А теперь Я хотела бы Рассказать О том Какие Виды Свекрови Существуют И Свекрови Мы тоже Проклассифицировали Ну Сразу скажу Что В общем-то В отношениях Невестка И свекровь Мы должны Соблюдать Две вещи То есть Мы должны Помнить о том Что это Две хозяйки Двух Разных Домов И как Минимум Между ними Должно Быть Уважение То что Они должны Обязательно Любить друг Друг друга Это вовсе Даже и не Обязательно Но Взаимное Уважение К одной И к другой И В общем-то К тому Чтобы они Не делили Вот этого Своего мужчину Как трофей Потому что Они обе Любят его Это должно Присутствовать Итак Какие же Невестки Свекрови Бывают Дело в том Что Конечно Мы только Все время Говорим Свекровь Монстр Да Ну Нравится Нам Такая Формулировка Нравится Нам Такой Типаж Хотя на самом деле Психотипов Людей много И конечно же Типажей Свекрови Тоже очень много И Это такие Типы Как Свекровь Подружка Это когда Свекровь Требуют Требуют Чтобы Вы Называли Ее По Имени Слово Мама Ей не Особо Нравится Потому что Она Хочет Как Быть С вами Наравне Ни В коем Случа Не Обращаться К ней На Вы То есть Она Все Время Просит Чтобы Вы Говорили Ты И Конечно же Она Хочет Принимать Участие Во всем Она Проявляет К вам По отношению К невестке Я имею Бурные Чувства И Молодые Девочки Да даже И не молодые В роли Невесток Думают Ой Как же Замечательно Она Ко мне Относится Да Она Может быть Действительно К вам Замечательно Относится Но Не забывайте Что Все Таки Это Мама Вашего Мужчины И Неизвестно Что Будет Завтра Вы С ней Например Поконфликтуете И Все Те Самые Скелеты В шкафу Которые Вы Поделились С ней Душевно Они Обстанут Достоянием Возможно Не только Вашего Мужа А еще Вообще Все Родни Поэтому Вот здесь Очень Очень Осторожно Дружим Но В меру Ой Безумный Типаж Свекрови Это Свекровь Участница Вот Это Нужно Знать Все О Молодых Что Они Собираются Делать Какие У них Планы Сколько Они Собираются Потратить На поездку В отпуск Какую Посуду Ну вообще Она Лезет Абсолютно Везде И конечно Вот такой Тип Свекрови Они Ведут Себя В двух Вариантах Либо Первое Это Вот тот Самый Тиран Вот как раз Здесь Живет Тот Самый Монстр Который Приходит И указывает Вот здесь Не то Здесь Не так И здесь Вы неправильно Живете И вот здесь Вы неправильно Поступаете Либо Такой Манипулятор Хардовый Как Свекровь Жертва Это все Вот эти Участь Ой Меня никто Не любит Ой Я никому Не нужна Сыночка Ты меня И забыл И вовсе Даже И не помнит Как там Мамочка Поела Лиана Попила И так далее А иногда Бывает Вообще Такой Изощренный Вариант Когда Два В одном Флаконе И тогда Бедные Невестки Уже Не знают Что делать С тем Когда они Попадают Вот в эти Жернова Вот такой Вот свекрови Поэтому Здесь Совет Только один Никогда Не пытайтесь Ей угодить Если даже в одном В чем-то Она согласится И скажет Что да Вы сделали Это хорошо И факт Что в чем-то Другом Она скажет Что вы умница А вот как Расскажет Мужу Про вас Кучу гадостей А вот как Что значит Не пытаться Угодить Вот каким образом Какую линию Поведения Тогда избрать То есть Ага А давайте Прямо сейчас И расскажу Две самые Главные ошибки Которые совершают Невестки Ну либо Девушки в позиции Да Невесток Первое Это Пошла твоя мама Вон Но она не говорит Мама А просто говорит Свекровь пошла Вон И делает все Для того Чтобы Свекрови Не было в доме То есть Начинает Говорить Всевозможные Гадости Что твоя мама Вот то не так Все не так И так далее Но это Заведомо Проигрышная позиция А вот вторая позиция Я хочу Во всем угодить То есть Как вы хотите Вера Ивановна Вот так вот Хорошо мы так сделали Вы вот так хотите А вот Вот это хорошо А вот это вот хорошо То есть знаете Как две собачки Одна сильная встречается Другая слабенькая Когда слабенькая Она уже сразу легла Лапки закинула И делайте со мной Что хотите Не забывайте о том Что в принципе Вы две полноценные Равноценные Женщины В жизни своего мужчины И совершенно не обязательно Вам всем нравится Потому что здесь Срабатывают другие механизмы Чаще всего Так себя ведут Те самые хорошие девочки Которые Были отличницами В школе Которые хотели Всем понравиться Знаете Такие перфекционистки И для них Самым ужасным Является то Когда их Например Не дооценили Не похвалили Не сказали Что она та самая Хорошая девочка Поэтому вот угодить Это как раз Вот об этом Следующий вариант Свекрови Это свекровь Дистанцированная Вот мне кажется Что это вообще Самый великолепный вариант Когда Свекровь И невестка Встречаются Крайне редко Либо в силу того Что они далеко Друг от друга живут Либо Действительно Нет в этом Потребности И необходимости Они встречаются На праздники Поздравляют друг друга Да С какими-то праздниками Конечно В основе Такой холодности Чаще всего Является какая-то Внутренняя Глубинная Травма Между мамой И ее сыном Но Не будем в этом Мешиваться Ваша задача Если вы сейчас Рядом с этим мужчиной Сделайте его счастливым А почему его мама Не участвует В его жизни Ну так вам Только от этого И легче будет Другое дело Что самые проблемные моменты Возникают тогда Когда появляются внуки То есть возникают Неоправданные ожидания А почему же Она тогда Когда с внуками не общается А кто вам сказал Если она не участвовала В жизни собственного сына Уж ваши внуки Точно для нее Чужие люди И требовать от нее Чтобы она занималась Их воспитанием Ну то есть абсурд Что называется Ложные ожидания Потраченные нервы Не стоит вообще Даже об этом думать Ну конечно Самый идеальный вариант Свекрови Это такая свекровь Мама Которая с радостью Воспринимает Женитьбу сына Она считает Что это вообще Такой очень Значимый шаг В жизни сына И будете ли вы Называть друг друга Мама и дочка Зависит от душевной близости А она бывает Крайне редко И если она не случилась Ничего вам не мешает Просто уважать друг друга И понимать Что вы обе хотите И желаете счастья К тому самому мужчине Для которой Одной Для одной Он является сыном А для другой Он является любимым Но вот почему Свекровь Начинает себя Так отвратительно вести Вот если допустим Вот те другие типажи Вот в этом Я предлагаю разобраться Потому что Как говорится Для понимания Нужны знания Еще раз повторю Свою излюбленную фразу Что у мужчины Только одна проекция женщины Его мама Поэтому разберись Разберись с тем Почему она к тебе Так относится И возможно Дело вовсе не в тебе Вернее даже в большинстве Случаев не в тебе В тебе тоже может быть Ну просто вот Заимная неприязнь Ну не понравились люди Друг другу Ну бывает же такое Да Ну и мало ли что Ты там Свекровь Ну вот не понравились Друг другу Но бывают И чаще всего Совершенно другие причины Конечно идеальный случай Если ваш мальчик Уже давно Не живет Со своей мамой Тогда ряд причин этих Они Их можно избежать Но причина конфликтов Их будет три Основных причины конфликтов Почему свекровь Становится монстром Первая причина конфликта Это потеря власти То есть очень часто Матери считают своих сыновей Как бы продолжением себя Знаете Имея такой нарциссический характер Они не воспринимают сына Как самостоятельную личность И в данном случае Когда вы у них Отнимаете их ценность Вы что считаете Что она вам отдаст Это без боя Нет Такого просто Не может быть И возможно Когда вы сами Станете свекровью И у вас будет сын Может быть вы поймете Вот этот механизм И почувствуете то Что чувствует эта женщина Очень связано С первой причиной Вторая То есть Когда вот эта Всепоглощающая Любовь к сыну Когда нерастраченная Любовь женщины Которую она могла бы Потратить Например На своего партнера Да Она тратит Не на него А на своего сына И по сути Что она делает Она просто Ломает Жизнь Своему ребенку Потому что Она ставит его На место Своего партнера И когда Вот эти самые Мамаши Поставили на место Партнера Своего сына Очень часто У этих сыновей Не складывается Личная жизнь Потому что Место занято Распределение ролей В жизненном цикле Неправильное А может ли быть А может ли На это повлиять Если у женщины Например Двое или трое сыновей Что ситуация Ну все-таки Это не единственный сын Вот ее любовь Как бы распределена Здесь более Все-таки Тогда у нее Ну гладкие Отношения Может быть Если нету Такого Что это вот Единственное Очень хороший вопрос Олег И действительно Такая ситуация Бывает Когда у женщины Не один А несколько сыновей Но как правило Жертва из них Становится Какой-то один Поэтому Всегда люди Говорят Про любимчиков И именно Вот этому Любимчику Вот с этой Любовью мамы Сильно не повезло Потому что Эта любовь Становится Удушающей И мужчина Попадает Конечно В очень сильную Психологическую Зависимость Да А третьим конфликтом Причиной конфликта Является Как раз Противоречие В разделении Полномочий То есть Когда две Хозяйки Появляются В одном Пространстве И свекровь Будучи старше И считая себя Более опытной Начинает Давать советы И говорите Вот здесь Ты делаешь Не так И вот здесь То есть По сути Она проверяет Невесту А что она может А сделает ли она Счастливой Своего сына Совершенно не понимая Что новая Женщина Новая история И возможно Если ты делала Своего сына Счастливым Готовя ему Котлеты с гречкой Эта женщина Делает его Счастливым Разговаривая С ним О искусстве Или еще о чем Или катаясь С ним на горных Лыжах И совершенно Не готовит Котлеты с гречкой И я здесь Расскажу Очень интересный Клинический случай Который Совершенно недавно Был у меня В семейной Психотерапии Ко мне пришли Молодой человек И девушка И к тому моменту Они уже месяц Не жили вместе И я им предложила Такая известная Психологическая Тестовая методика Называется Круги Мюррея Когда расставляются Приоритеты человека Я сам Работа Родители Дети Мой партнер Или партнерша Хобби И друзья И человеку нужно Вот как на пьедестал Почеты Расставить Вот эти понятия И я вдруг вижу Что вот этот Молодой человек Себя ставит На первое место А рядом с собой Хотя правила игры Таковы Что ты должен Только по одному Понятию Расставить на ступени Рядом с собой Он ставит Свою маму Он пишет Мама Ну абсолютно Становится мне понятно Что здесь Как раз Причина того Что они разошлись Мама Я начинаю разговаривать И спрашивать Я говорю Как и что Он говорит Вы знаете Я считаю Что моя жена Меня обманула То есть когда Мы с ней Стали встречаться Я сразу Ей сказал Что моя мама Это для меня Святое У него национальные Особенности Определенные Мальчик еврейский Еврейская мама Вы же понимаете Это такое вообще Культовое понятие И он говорит Она так много Мне дала Я так многим Ей обязан Что я сразу Сказал своей невесте Что ты входишь В семейную систему И моя мама Будет с нами Жить всегда Ну девушка Его полюбила Думает Ну как-нибудь Там реши Постепенно Эту историю Более того Он такой Знаете В принципе Состоятельный Финансово Успешный Молодой человек Но он такой Знаете Вот что называется Еврейский Жадный Он вел тетрадочку В которую записывал Все траты И вот Что ей нужно Например В следующем месяце Купить две пары колготок Или например Столько-то потратить На косметолога Но причем Его мама Вот та самая Которая с ними жила Как раз и была Косметологом И он сказал Жене А почему ты должна Ходить и тратить Семейные деньги Куда-то Пожалуйста Ты будешь ходить И делать эти свои процедуры У моей мамы Она говорит Ну слушай Ну мне не очень нравится Как делает твоя мама Я бы хотела ходить В другом косметологу Говорит Нет У нас есть семейный бюджет Значит Денежки к деньгам Будешь это делать У моей мамы Даже с этим Она готова была смириться С вот этими Две пары колготок В тетрадочке Я бы Я не знаю Я вот в моей психической реальности Ну это просто Ну это вверх Вот Но девушка Никак не могла Смириться с тем Что его мама На кухне Оставляет Беспорядок Она говорит Я с утра ухожу на работу Все намыла Завтрак приготовила Она позже вставала Свекровь Ухожу Все полностью Кухня блестит Прихожу с работы Там крошки Я предложила им У них два выхода Два санузла Я говорю Разделите квартиру Пусть часть будет Мамина Часть ваша И тогда будут Две разные кухни На что молодой человек Который записывает Понимаете Колготки в тетрадочке Говорит Нет Это очень дорогостоящее То есть Делать Еще одну кухню Ставить какие-то Перегородки И вообще Почему Моя мама Должна Чувствовать Мою заботу Что она живет Вместе со мной Я ей многим обязан В общем Я не знаю Я мозг сломала В итоге мы приняли Следующее решение Я вдруг выяснила Что он оказывается Сам любит готовить Вот этот молодой человек И я ему говорю Послушайте А вот если Допустим Мы поэкспериментируем И вы будете готовить А не ваша мама Он говорит Ну да я могу И тогда я его девушку Спрашиваю Послушайте А если вы будете Убирать Не за его мамой А за своим любимым Который приготовит вам Завтрак или ужин Вас не так будет Это раздражать Она говорит Ну нет Это же готовит Мой любимый Вот таким Изощренным образом Мы попробовали Решить Вот казалось бы Элементарную Бытовую проблему Но она Привела к тому Что люди уже Разъехались Хотя В принципе Планировали детей Вот так вот Мы распределили И отца А можно я Тоже приведу Один пример И спрошу Что в этой ситуации Можно было делать Я был знаком Когда жил в Москве Снимал квартиру Вот как раз Мы снимали квартиру У женщины У которой был Взрослый сын Она уже такая В пожилом возрасте У сына была Своя семья Но она с гордостью Рассказывала мне Что каждый Вот 31 числа Сын не ходит В баню А оставляет Свою семью И приезжает Справлять Новый год К ней Хотя у него Есть жена И я понимаю Был маленький Ребенок И вот она Рассказывала Это с одной стороны Вот с гордостью За сына А я это конечно Не сказал ей в лицо Но мне показалось Это очень чудовищным Что она Оставляет Ну заставляет Своего сына Оставить Вот маленького Ребенка Который может быть Ждет прихода Деда Мороза Там подарков Какого-то встречи Для того Чтобы ну как бы Потешить свое Что вот она Не одинока Она значит С нею тоже Справляет Новый год Вот эта ситуация Она нормальная Или ненормальная Конечно же нет Скорее всего Вот эта женщина Как раз Использовала Один А то может быть И все те самые Вредные советы Которые я сказала В начале нашей программы И сформировала Вот то самое Чувство у мальчика Что он перед своей мамой В неоплатном долгу Вот чтобы такого Не случалось Я дам вот буквально Через несколько минут Советы Как нам поступить Чтобы как раз Вот такие ситуации Не происходили Но в начале Скажу про ошибки Распространенные Которые Как раз таки Допускают девушки Считая что они Молодые Сексуальные И что Ночная кукушка Всегда перекукует Дневную Что правда Будет на ее стороне Но это не всегда так Когда мы ставим Мужчину Вот в эту позицию Выбора В особенности Ультимативную Позицию То есть А по сути ему Нужно выбирать Между двумя Женщинами Которых он любит Это может привести К самым плачевным Результатом И не факт Что он выберет Жену Не факт Что он выберет Жену Поэтому Какие ошибки Часто допускают Девочки Первая И основная И она кстати Заявлена У нас В ролике Три темы О которых Нельзя говорить С мужчинами Это конечно же Критиковать Его маму И настраивать Против И когда ты настраиваешь Он все равно Остается ее сыном И не факт Что он примет Твою сторону Но у него Внутри Будет вот это чувство Негармонии Что ему Дискомфортно Потому что Когда он приходит К маме Та жалуется Когда он дома Вы жалуетесь И вот этот Вот Внутрисемейный Раздрай Он конечно Может привести к тому Что мужчина скажет Да пошло Оно все к черту В конце концов Ну и кого Мама Ты его все равно Останется при нем Всегда А как мама говорит О жене Может быть у тебя много Поэтому не настраивайте Вы в любом случае Всегда Эту войну Проиграете Еще раз напоминаю Одна внутренняя проекция Женщины У мужчины Это его мама Даже если он сам Говорит Что он ее ненавидит Что она сделала Его детство адом Ни в коем случае Не поддерживайте его В этом Просто скажите Что я сожалею Я сожалею Что так случилось Ужасная ошибка Когда девочки Начинают Жаловаться На мужа Как раз Вот этой свекрови Абсолютно забывая Опять же Чья это мама И у меня еще Одна парочка Была в семейной терапии Очень милые И он Она Но вот девочка Все время Пыталась перетянуть Одеяло на себя То есть Сделать в семье Те устои Чтобы вот Было по ее Как она говорит И пыталась Привлечь Как раз На свою сторону Свекру И один Просто запоминающийся Случай Был Когда они Собирались крестить Своего второго ребенка И в дом Приехали родственники Накануне Вот этого Праздника Она Опять же Таки Затеяла Какую-то войну Со своим мужем И он Я уж не знаю Ну Побил ее И вот Разодрал ей Вот тут Вот Каким-то образом Грудь Приезжают родственники И она Вместо того Чтобы Ну В общем Как-то не выносить Сор из избы А это будет Одним из моих советов Она берет И надевает Платье Вот знаете Такое декольтированное И здесь Такая прозрачная Сеточка И через эту сеточку Видно все Вот эти вот Ну Побои Которые нанес ей Ее муж Конечно У всех родственников Пани Кошок Особенно У его мамы А что случилось Она говорит Ну вот Посмотрите Посмотрите Как себя ведет Ваш сыночек Вы говорите Что он хорошо воспитан Вот когда Девочки это делают Вот чем они думают Мне все время Хочется спросить Ты пытаешься Таким образом Что Чтобы его Наказали Твоего мужа Чтобы его Отлупили По попе Или что Почему У девочек Нет понимания Что Каждая мать В любом случае Всегда Будет оправдывать Своего сына То есть По другому Не бывает Вот Ну они Слава тебе Господи Правда До сих пор Живут вместе Но периодически Он действительно Ее Немножко поколачивает Свою жену Потому что Она вот такие Варианты устраивает Очень частая ситуация С которой мы сталкиваемся Когда детей Настраивают против бабушки Против той самой Свекрови И это один из самых Сложных случаев Потому что Детям нужны Бабушки и дедушки Никто нас так не любит Даже наши родители Как дедушки и бабушки Именно им Можно пожаловаться На свои какие-то Детские огрехи И быть принятым И понятым И на всю жизнь Именно вот эти люди Через поколения Они наши родные родители Они дают нам Надежность Они дают нам Безопасность И так далее Ну и уж конечно Ни в коем случае Нельзя отвечать Агрессии на агрессию И нельзя ждать чудес То о чем я говорила Чуть раньше Что вот у вас Родились внуки И пожалуйста Давайте Вы будете их воспитывать Да Они вам ничего не должны Если захотят Будут воспитывать Если нет И ставить это в укор А своему мужу Это совершенно бесполезное занятие Говорить Вот твоя мама Вот такая Посмотри Она совершенно Нам не помогает И Вот эти Как я уже говорила Бесполезные ожидания Бесполезные ожидания Они Приводят К трате Лишних нервов Ну и Самые две главные ошибки Я уже чуть раньше сказала Это либо вообще Изолировать Свекровь Либо подстроиться Вот здесь хочу Рассказать анекдот Возможно Что вы Его знаете Для того Чтобы проиллюстрировать Вот это вот Раболепное отношение К своей крови Анекдот следующий Встречаются Две девушки Одна Жалуется Другой Как раз Вот такие На своей крови Говорит Слушай Вот не знаю Что мне сделать Он все время Сравнивает Меня со своей мамой Вот я суп сварю А он говорит Ты знаешь Моя мама варит лучше Вот я там уберу Он говорит Ты знаешь Вот моя мама Убирала лучше И запах у нас В доме был лучше В общем все время Все время Все время сравнивает Она говорит Тебе нужно Перетянуть его На свою сторону Она говорит А как Ну конечно же Только Сексуальной активностью Ты говорит Возьми Купи черное белье Накрой стол Зажги свечи И когда Твой муж Придет с работы Ты вот Такая В таком прекрасном виде В черном белье Встретишь его И устроишь ему Романтическое Такое свидание Ну что Сказано Сделано Все Она приготовила Нарядилась Поджидает Звонок в дверь Она открывает дверь Стоит в этом Прекрасном черном белье А он на нее смотрит Так не понял Что ты с мамой Ты почему в черном То есть Вот такой вот анекдот Который как раз Говорит о том Что и бывают Вот такие вот Сыновья Которые Ну возможно Никогда Не откажутся От своей матери А вообще Вы знаете Вообще Бытует много мифов О том Как должны Вести себя Невестки И свекрови И очень многие люди Вообще считают Что это нормы жизни И правила жизни А на самом деле Это мифы И никто никому Ничего не должен Ну вот Основные такие Набросают Ну например Считается Что невестка Обязательно Должна подчиняться Свекрови И вот этим мифом Пользуются многие Свекрови Говорят Это правильно Но послушайте Все взрослые люди И иногда Даже взрослые дети Не подчиняются Своим родителям А уж ожидать Что вам будет Подчиняться Какой-то чужой человек Который вам даже Ну не по крови Родной Ну это конечно же Заблуждение Ну а второе То что свекровь Будет мне Моей мамой Не забывайте Что изначально Даже если она вам Говорит Что она вас любит И к вам хорошо Относится Мне все равно Есть это чувство Ревности Потому что Она много Вложила в этого Мальчика И ей все время Кажется Что вы будете Недостаточно хорошо Что-то делать Или как-то Заботиться о нем И как я уже Говорила Второй мамой Или второй дочкой Вы сможете стать Только если у вас Будет душевная близость Это бывает Один Вариант Сто И надеяться На это Ну конечно Надейтесь Но на самом деле Это конечно же Миф Часто говорят Что нельзя Ни в коем случае Втягивать Мужа В конфликт Со свекровью Ну Он такой Знаете Миф А в то же время Есть в нем Доля все-таки Мудрости Потому что Действительно Если ты без конца Будешь Втягивать его В ваши Вот эти взаимоотношения Ничего хорошего Не будет В то же время Как и свекровь Которая говорит Что надо обязательно Сыну открыть глаза Что вообще Как вот говорят Утро Утро добром Не бывает И вот свекровь Никогда Не бывает Хорошей И точно так же Невестка Никогда не бывает Хорошей Поэтому нужно Обязательно Сыну открыть На глаза Глаза на нее Но Вы подумайте Если все-таки Он живет С этой женщиной Значит Его она Устраивает Значит Какие-то Она ему Дает Вещи Те Которые Вы Возможно Ему Не можете Дать Да и вы В принципе Не можете Дать Потому что Вы мама А она Его Любимая Очень Кстати Таким Вот важным Мифом Считается Что молодым Нужно Помогать И вот Этой Помощью Иногда Свекрови Ну в буквальном смысле Ну вот Пичкают Молодую Пару Давайте я вам И это Давайте вам И это Но Там где Не просят Не нужно Там где Не чешется Не чеши Если им Действительно Нужна будет Твоя помощь А они Примут ее С радостью А если Это Помощь Навязанная А еще Потом За нее Да Ты спрашиваешь Вы меня Не поблагодарили Ах Вы какие Бессовестные То тогда Эта помощь Превращается В такие В такую Медвежью И услугу Ну Часто Свекрови Говорят о том Что бабушка Лучше знает Вот Ну Здесь такой вопрос Я бы Знаете Махнула рукой И сказала Да действительно Бабушка Лучше знает И позвольте Ей Действительно Заниматься С внуками Так как Она считает Нужным Но очень часто Девочки Начинают трястись И тоже У меня Один эпизод Был Когда она Говорит Я не могу Оставить Малыша Со свекровью Вы знаете Что она делает Она берет Вот он говорит Соску на пол Обсосала И ему Рот говорит Я говорит Когда это увидела Все Мне говорит Никакой помощи Больше вообще Не нужно От этой женщины Я говорю Ну исправляйтесь Тогда сами Или тратьте деньги На няньку Ну бабушка Это всяко Лучше для ребенка Чем любая няня Ну А вот Миф о том Что невестка Обязательно Должна жить Со свекровью И заботиться О ней Кстати Этот миф Во многих странах И во многих Нациях Он в общем Является Правилом жизни Ну это Патриархальные Наверное Да Вот И у меня есть Например В Германии Один наш друг Он барон И он говорит Моя мама Прожила с нами 40 лет И все время Кстати Благодарит Свою супругу За это Он говорит Что моя супруга Вот сумела С ней договориться И Ну Плюс-минус Мирно Сосуществовать Ну а сейчас Наступило Которое время Когда я буду Давать Конкретные Советы Богачек Как нам Справиться С этой ситуацией Для того Чтобы все-таки Пусть не любить Но хотя бы Уважать Друг друга Свекровь И невестки И сделать Вашего мужчину Счастливым Ну конечно же Постараться Понять Потому что Когда мы Понимаем И когда мы Осознаем Имеем Знание Почему такое Происходит Нам все Становится Легче Подумайте Почему она Вредничает Так эта свекровь Может быть Она очень сильно Боится остаться Одна Может быть Вот так Не повезло И в жизни Не сложилась Личная жизнь И конечно же Она пытается Удержать этого сына Потому что В противном случае Она будет Полностью Наполнена Этой любовью А куда ее Потратить Она не знает И конечно Она видит Вас врага Потому что Вы не даете Ей это осуществить Подумайте Почему же Вас задевает Вот так сильно Ее критика Возможно Что это как раз Ваши собственные Внутренние Неотыгранные истории Вот той самой Хорошей девочке Которая хочет Обязательно Всем понравиться Да И поэтому Легче Относитесь К критике И я здесь Даю конкретный совет Если вам Что-то Навязывает Ваша свекровь Делайте Такой прием Он называется Сильное согласие Представьте Как работает Этот метод Ты Не вступаешь В лобовую атаку Ты не пытаешься Перебороть Доказать Что твоя позиция Правильная Ты говоришь Хорошо Хорошо Спасибо И все Это не значит Что твое хорошо Это согласие Что ты пойдешь И так сделаешь Это хорошо Только для того Чтобы вот это Напряжение Спало И тебе Не надо Будет Больше Воевать Со своей Свекровью Конечно Благодарите Ее Ну Неужели Вам Сложно Понимаете Как говорится Доброе слово И собачке Приятно Ну хочет она Что-то сделать Скажите Спасибо Большое Благодарите Ее И очень Будет Классно Если Вы будете Спрашивать У свекрови Советы Даже Если Они Вам Не нужны А что Любит Ваш сын Ведь Она Его Растила Так долго Она Знает Какие У него Пристрастия Например Какое-то Блюдо Может быть Он любит И вы Спросите Рецепт Может быть Вы в жизни Готовить Это не будете Дай бог Но зато Ей будет Приятно Что вы Оказывается Проявили Такое Участие Внимание И обязательно Она Расскажет Это сыну Что ты знаешь Вот твоя Жена Да Видимо Вот она Развивается Учится И так далее В этом смысле Очень хороший пример С Викторией Боней Достаточно Известной Телеведущей Она вышла Замуж За сына Из аристократической Семьи Мальчика Из Монако Она сказала Да я полностью Отдала Вообще Весь интерьер Нашей квартиры В Монако Его маме Она говорит Дизайнер интерьеров Да пусть она Там делает Вообще Что хочет А ей говорят Ну а вдруг Тебе не понравится Какие там Она занавески Сделает Там вазочки Подберет Она говорит Я вас умоляю Если будет Спокойствие В доме Если будет Счастлив Мой сын И его мама Которая Чувствует Вот это Участие Что ее Не отвергают Не выгоняют Из дома А наоборот Ее благодарят Да и замечательно И вот сейчас Последний совет Про то Предпоследний Предпоследний Он про границы Все таки Нужно Суметь Выстроить так Чтобы свекровь Не лезла И не спрашивала Как у вас Интимная жизнь А куда вы Потратите деньги Поэтому ни в коем Случай Если возможно Не занимайте Денег У свекрови То есть Не попадайте От нее В финансовую Зависимость Ну и конечно Бытовую Зависимость Поэтому Есть возможность Лучше Снимите Какую-то комнатку На окраине Города Но именно там Вы будете Той самой Хозяйки А вот на ваш вопрос Олег Когда вы говорите Что вот Он ездит Новый год Отмечай со своей мамой Я всегда говорю Предупреждайте Проблему До Есть у него Потребность Провести время С мамой Значит Купите билеты В театр Вы сами Купите билеты В театр Для сына И его мамы Например Он может С ней съездить На три дня За город Например В санаторий И так далее И когда в течение года Уже будут набраны Вот эти самые бонусы Тогда у вас будет Полная Знаете Так сказать Легкость Сказать ему Ну слушай Ты достаточно Много времени был Возможно Твоя мама Будет не против Не так что категорично Чтобы все-таки Новый год Ты отметил с нами Да В кругу Именно нашей семьи Ну если хочешь Ну пригласи Тоже к нам На Новый год Пусть испечет Свой фирменный пирожок И вот Самое главное Основное Что я хочу сказать Не критикуйте Его маму Не говорите Про нее плохо Не смейтесь Над ее прической Ее старомодным платьем Или каким-то С вашей точки зрения Вульгарным вкусом Она все равно Остается Мамой Вашего Любимого Мужчины И заведомо Вступая в войну В войне Обязательно Должен быть победитель И зачастую Этим победителем Будете не вы Это совет Девочкам Подумайте о том Что это все-таки Его мама А вот Вы вашу маму Обидели На чьей бы стороне Вы были Ой, как На этой Мудрой мысли Мы сегодня И завершим Программу Советы Богачек Ирина Богачек Российский психолог Психотерапевт Была с нами На прямой связи И до следующей Встречи В одну из пятниц До свидания Конечно, да До свидания